Лето красное пропело, а глянуться не успело, как стучит зима в окно. Эти известные строчки знают и помнят все. У нас, конечно, не зима стучится, но осень уже на подходе. Начнется уборка урожаев и подготовка земельных участков к зимней спячке. И не только участков. В этом году Анатолием Карповым, чемпионом мира по шахматам и депутатом Государственной Думы, была предложена инициатива по проведению Всероссийского субботника. Это предложение было поддержано, и приглашение принять участие в этой акции в рамках проекта «Зеленая Россия» были разосланы в СМИ и муниципалитеты по всей нашей родине. Данные документы были подписаны и губернатором нашей Свердловской области Евгением Куйвышевым. И поэтому на днях состоялся общественный совет в администрации Артемовского городского округа. И именно здесь представители общественной палаты, депутаты Думы АГО, представители прессы и телевидения, а также эксперты, обсудили этот вопрос и затронули другие немаловажные проблемы Артемовского городского округа. Но что касается субботника, то идея и вправду замечательная. Ведь пока за жителями мусор будут убирать, мусор будет вновь и вновь появляться на улицах нашего города и в местах активного отдыха артемовцев. Но, как говорит Татьяна Поздняк, субботник пройдет не только в городе Артемовском, но и на всей территории АГО. Еще один вопрос, который обсудили на совете, касается строительства стадиона «Локомотив». Уже не раз в наших сюжетах мы рассказывали о том, какие перемены предстоят, сколько средств надо, и что данный вопрос стоит на контроле в правительстве Свердловской области. Поэтому глава администрации Артемовского городского округа говорила о том, что Ольгу Кузнецову именно по этому вопросу заслушивали на совещании в правительстве нашей области. И после ее доклада были даны поручения ряду министерств, в том числе и Министерству по физической культуре и спорту. Были обговорены проблемы, связанные с реализацией данного проекта. По нашей инициативе было проведено рабочее совещание. До этого мы ездили на совещание от Министерства физической культуры и спорта, в которое был заместитель министра. Обговорили ряд моментов, рассказали о тех проблемных вопросах, которые присутствуют при реализации проекта. А вообще в чем суть всей проблемы. Для того, чтобы этот объект функционировал как объект спортивного назначения, необходимо помимо укладки искусственного покрытия, возведение ряда сооружений и объектов. И в целом стоимость всего этого проекта более 180 миллионов. Если говорить о той части проекта, в реализации которой мы приступили, это порядка 40 миллионов. Это непосредственно подготовка котлована, основание для искусственного поля, искусственного ковра, устройство беговых дорожек. И сейчас мы говорим о том, что для того, чтобы этот объект функционировал, и так как есть хурганские действия, пока по-другому я их не могу квалифицировать, по кражам части поля, значит, мы рассматриваем вопрос все-таки об устройстве ограждения и до введения функционирования объектов электроснабжения для того, чтобы поле освещалось. И на сегодняшнем этапе до того, как Министерство физической культуры и спорта определится с объемами работ и суммой затрат, администрации Артемовского городского округа было принято решение провести экспертизу основания, которая существует с целью подтверждения того, что работы проведены правильно и все выполнено согласно предписаниям. В связи с этим было принято следующее решение. Мною было дано поручение Комитету по физической культуре и спорту администрации в лице председателя Комитета Абатова Сергея Павловича заключить договор с проектной организацией, с иной проектной организацией на проведение работ по экспортизе именно основания для искусственного ковра. В настоящий момент такой контракт заключен. Комитетом по физической культуре и спорту он представлен. Копия этого контракта в министерство представлена. И вот в рамках этого контракта организация, название этой организации «Общество с ограниченной ответственностью – электроремонтная компания». У них есть соответствующие разрешительные документы для проведения такого вида работ. Они проводят работы по экспортизе. На этом рабочем совещании были представители этой организации подрядчика и доложили ситуацию следующим образом, что присутствует некие отступление от проекта, но дать заключение о том, что эти отступления повлекут за собой ненадлежащее использование объекта и невозможность его использования эксплуатации – это будет только после того, как они проведут ряд работ. И только после того, как пройдет экспертиза, можно будет вносить изменения в проект. Кроме того, Жилкомстрою было дано поручение провести в рамках существующего финансирования линии электропередач и решить вопрос по хранению строительных материалов, в частности, по кварцевому песку и резиновой крошке. Каждый житель нашего города, стар он или млад, не раз задавался вопросом, зачем нам стадион и нужен ли именно такой. Ведь даже на начальном этапе существуют такие проблемы. А вот Сергей Маркин, председатель общественной палаты, считает, что данный объект необходим. И вот почему. Я тоже неоднократно задавался вопросом, даже для себя, насколько нужен был этот локомотив и тому подобное. Но я пришел к поводу, что нужен, и я объясню почему. У нас за последние 10 лет кормили чем угодно. И заводами кирпичными, и разными ремиевыми заводами. Понимаете, начав строить стадион-локомотив, это же гораздо более глубокая проблема. Не только спорт, не только, значит, самое, говорится, в этом примере развития, значит, самое. Это старше собой инфраструктуру, это рабочие места, понимаете. И, в общем, так говорится, ну, не и нам, а другим. У нас и любимый наш город как-то входит со мной. Мы только видим одно, что мы что-то теряем. И поэтому любое втягивание денег, да, может быть, оно, конечно, проблематично будет. Насколько тяжело будет построить весь этот комплекс, конечно, это сложно говорить. Но я считаю, что то, что начало администрация в свое время, я лично это поддерживаю. Это правильно. Когда люди говорят, надо было начинать. Затронули вопрос и о продолжении строительства Артемовской поликлиники. Было высказано предложение обратиться в общественную палату области с просьбой, чтобы средства на этот объект включили в бюджет на следующий год. Но пока этот вопрос остается открытым. Что будет дальше, покажет время. Здесь же на совете обсуждали вопрос, который относится главным образом к старшему поколению. А если конкретно, то специальные программы для пожилых жителей Артемовского городского округа. И надо сказать, что программы не только реализуются, но и успешно работают по разным направлениям. На сегодняшний день эта работа продолжает проводиться. И я бы хотел остановить всего. Первое. Это проведение школ для людей старшего поколения. Школу пожилого возраста, так называемая. Да, действительно, на сегодняшний день вот эта школа работает. И я бы сказал, она работает успешно и пользуется спросом у людей старшего поколения. Это и конкретное направление по этой школе. Это школа компьютерной грамотности. Это вопросы экономики. Вопросы жизненной безопасности. Ну и там для других вопросов. Вопросы конкретного ухода и работы с людьми старшего поколения по линии социальной политики населения. Вот эти вопросы работают в спортивное направление. Но есть еще одна программа, которая касается медицинского обслуживания и помощи пожилому населению нашего округа. Но она областная. И чтобы она начала свою работу, должны быть внесены изменения. Но пока, к сожалению, этого сделать не удается. И поэтому на данный момент работает только региональная программа. Ее курирует Сергей Темченков и Управление социальной политики населения. И вот что было сделано в рамках ее финансирования. По линии Министерства социальной политики в рамках реализации программы Управление комплексному центру социального обслуживания населения было выделено, Напомню, в 2011 году 2 миллиона 231 тысячи рублей. В 2012 году 3 миллиона 222 тысячи. В 2013 году 1 миллион 469 тысяч рублей выделено. Управление за прошлые годы производило по данной программе возмещение затрат по газификации. В 2011 году такое возмещение получили 44 неработающих пенсионеров, в 2012 году 64 получателя. Хотя, значит, возмещение затрат по газификации шло по двум направлениям. По программе «Старшее поколение» и по постановлению правительства. За 2012 году у нас общее количество получило возмещение 129 человек. То есть с учетом вот и программы «Старшее поколение». А в этом году по постановлению правительства планируется выделение денежных средств на газификацию у 88 человек. Максимальная сумма – не более 3 миллионов рублей. Комплексному центру социального обслуживания населения по данной программе выделено 1 миллион 469 тысяч рублей. Часть из них направлены на приобретение средств реабилитации и адаптации пожилых граждан, на ремонт реабилитационного центра и спортивных сооружений, теннисный корт, волейбольная площадка, городошная площадка. И надо добавить, что в прошлом году в реабилитационное отделение был закуплен спортивный инвентарь, бильярдные теннисные столы, наборы для боулинга, мячи и другое оборудование. В настоящее время финансирование освоено в полном объеме. В социально-реабилитационном отделении проведен ремонт системы отопления, отремонтирована комната отдыха. И вот хотелось бы отметить, что 1 августа после проведения вот этих ремонтных работ у нас заехали отдыхающие. И на сегодняшний день мы уже слышим от них слова благодарности за проведение вот этих ремонтных работ, за создание комфортных условий. Для пункта проката приобретены кресла-коляски, как дунки, костыли, пандус. То есть это те средства реабилитации, которые на сегодняшний день востребованы. Помощь также оказывается не только пожилым жителям Артемовского городского округа, но и из других регионов. Люди приезжают тоже. И все желающие могут пройти реабилитацию в данном центре, а также отдохнуть. Это есть процентное соотношение или, согласно даю, или можно 100% только своих? При наличии свободных мест, да, потому что связываются территории между собой, взаимосвязанные, они контактируют, заебраются, записываются, есть очередность, существуют. Поэтому здесь вопросов и проблем не возникает. Все граждане, которые желают отдохнуть, они отдыхают. То есть отдыхают даже не по одному разу. Хочется добавить, что совещание прошло плодотворно, и подробно были освещены именно те вопросы, которые волнуют каждого артемовца. Дальнейшее решение этих и других проблем еще впереди, и мы будем чутко следить за событиями, которые происходят как в Артемовском городском округе, так и за его пределами. Продолжение следует... Продолжение следует...